Время новостей на первом карагандинском студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Ближайшие 20 минут только о самом интересном. В Караганде бастуют строители. В Абая приостановлено строительство аквапарка. Прокуратура выявила подпольный цех по производству хлебобулочной продукции. В Караганде бастуют строители. Рабочие, которые возводят жилой комплекс на Юго-Востоке, отказываются выходить на работу и требуют вернуть долги по заработной плате. Строительная компания «Оливия» задолжала работникам за три месяца. «Плати зарплату! Оливия, плати зарплату! Оливия, плати зарплату! Оливия, плати зарплату!» Сегодня в очередной раз несколько десятков строителей отказались выходить на работу. Люди требуют выплатить им заработную плату за три месяца. В общей сложности генподрядчик компания «Оливия» задолжала рабочим более 12 миллионов тенге. Строительная бригада в своих бедах винит Акимат. «Мотивирует тем, что Акимат не выделяет деньги. Ходим в надежде, сюда приходим в надежде, чтобы выплатят нам зарплату». Уже больше месяца строители не выходят на работу, перебиваются временными заработками, чтобы хоть как-то прокормить семью. «У меня семеро детей. Кормить нечем. Ходим тоже скалы, перебиваемся. Будем судиться. Надо без зарплаты как сидеть». Возмущенные застройщики готовы идти на крайние меры. Юрий из правозащитного объединения, представляющий интересы трудового коллектива, поможет рабочим составить исковое заявление. «В соответствии с трудовыми договорами, которые не заключались той компанией, которая является компанией, и тут процедуры, в общем-то, исполнены. В соответствии с этим и договором, в соответствии с законом нашей страны, даже в соответствии с Конституцией, работодатель обязан в срок и в полном объеме, и с исполнением обязательств по социальному пакету, выплатить им задолженности по зарплате». Представители генподрядчика уверяют, их вины в том, что рабочие остались без зарплаты нет. Ссылаясь на неких людей свыше, обещают, проблема финансирования решится уже на следующей неделе. «Эта ситуация сложилась уже давно, не по нашей вине, но, как меня заверили свыше, до конца следующей недели этот вопрос разрешится полностью. Вся зарплата будет выплачена рабочим». К слову, строительство кредитного жилья по проспекту Шахтеров ведется с июня прошлого года. Сдать объект планируют в следующем году. Заказчиком является отдел строительства города Караганды. Ирина Камышова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Абая останется без аквапарка. Строительство объекта было запланировано и счет при жизни Акима Абайского района Иркебулана Нашарова. Однако сегодня строительные работы остановлены. Все потому, что деньги из республиканского бюджета не выделили, уверяет администрация города. Жители Абая возмущены. О проблеме подробнее Мирамгульс Лакимбаева. На строительство нового объекта должны были выделяться деньги с республиканского бюджета. Однако местные чиновники денег дожидаться не стали. Строить аквапарк начали своими силами. Вот только работы так и не завершились. Также были начаны работы в парке города Абай. Эти работы были приостановлены в связи с тем, что по республиканский бюджет, по программе условного финансирования, недофинансировали нашу эту программу и оставил нас без средств. Мы надеемся, что республиканский бюджет нас до конца поддержит. По словам властей города, обещанные деньги они так и не увидели. Начаты еще при жизни Акима Абайского района Еркеблана-Нашарова, строительные работы пошли на смарку. Жители в недоумении. Из-за чего прекращены работы и что все-таки появится на месте долгожданного аквапарка, неизвестно. Кто что говорит? Аквапарк будет строить. Я не знаю, даже где нет. Вот здесь приехали, они копали, чернозем вывезли. Все. Я несколько дней назад проходила, был просто котлован. Теперь смотрю, заровняли все и все. Сначала все разрыли, там фундамент налили, а теперь все закопали, не знаю. Короче, мы ничего не знаем. Короче, вот так осталось. Сегодня на месте постройки лежат лишь груда камней и песок. Вопрос строительства нового места отдыха для детей и подростков остается нерешенным. Этот объект был пока временно законсервирован, но работы будут на нем продолжены. Мы не можем подрядчика обязать, чтобы он выполнял работы без средств. Потому что это работы, должны закупаться материалы, оборудование. Это все должно устроить. Он за это, за свой счет он не может устроить это все. Карагандинские прокуроры взялись за хот-доги и гамбургеры. Назорным органом региона вывлен подпольный цех по производству хлебобулочной продукции. Пекарня около четырех лет работала без заключения СЭС в одном из жилых домов Караганды. Фастфуд готовился в антисанитарных условиях. В здании отсутствовало водоснабжение, канализация, вентиляция. Чебуреки и булочки реализовывались по 35 магазинам шахтерской столицы. Скорее всего, владельцам пекарни придется оплатить штраф в размере 30 МРП и закрыть свой цех. Прокуратурой дело направлено в суд. У работников, которые осуществляли выпечку, отсутствовали специальные одежды, санитарные книжки и соответствующий допуск органам санитарно-планического надзора к работе. Ежедневно на протяжении нескольких лет, это с 2009 года, более 500 единиц опасной хлебобулочной продукции в последующем реализовывалось на 35 магазинах города Караганды на автотранспорте в антисанитарных условиях. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. У главы региона новый заместитель. Им стал Бесимбай Жумабеков, ранее занимающий должность секретаря Карагандинского областного маслехата. Нового замакима сегодня представили общественности. Бесимбай Жумабекову 49 лет, он уроженец Карагандинской области, имеет два высших образования, по специальностям физик, педагог и экономист. Трудовую деятельность начал в 1981 году разнорабочим в Нуринском районе. Работал в Карагандинском государственном университете. На госслужбе уже 20 лет. Работал в аппарате Акима города Караганды, государственным инспектором, заведующим секретариатом дисциплинарного совета. Возглавлял департамент внутренней политики региона. Являлся первым заместителем председателя областного филиала партии «Нуратан». В сентябре 2007 года избран секретарем карагандинского областного маслехата. Имеет ряд государственных наград. Бесимбай Жумабеков пришел на место берега Абдогалеева, который освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Как вы видите, Бесимбай Кураш кандидатуру рекомендовал не случайно. Он прошел все ступени работы на руководителя с должностями. Достаточно опыт, знания в социальной сфере, внутренней политики. И в целом справиться с теми задачами, которые возложены на него, по тем направлениям, в котором НУД были. Между акционерным обществом Централазия Цемент и Казахстанской жилищно-строительной корпорацией был подписан меморандум. Причем его подписание происходило на производстве в цехах акционерного общества «Карцемент». Реализация государственной программы «Доступное жилье» требует активизации всех строительных компаний. А для них, в свою очередь, необходим цемент. За последние пять лет в области удалось увеличить объем строительства в два раза. За последние годы открыты порядка 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 6 миллиардов тенге. Создано около 500 новых рабочих мест. В этом году планируется открытие домостроительного комбината в Саране на 20 тысяч кубических метров железобетонных изделий. Акционерное общество «Казахстанская жилищно-строительная корпорация» намеревается начать строительство в этом году нескольких жилых домов в Караганде, которые предназначены для очередников на получение жилой площади. 20 мая у нас производится вскрытие конвертов. И мы надеемся, что три пятиэтажных дома мы начнем строить в июне месяце. И далее два девятиэтажных дома до конца года также начнется строительство. В этой связи мне хотелось бы сказать, что доступное жилье строится прежде всего для жителей области. Второй год подряд подписывается соответствующий меморандум. Если в прошлом году его подписали три строительные организации, то в этом их стало уже 30. Что дает этот меморандум? Он фиксирует на весь сезон строительный цену на цемент и оговариваются объемы, которые необходимы для каждого застройщика. Поэтому я думаю, что этот меморандум позволит нам, наверное, не нам, а застройщикам и самому предприятию более уверенно, стабильно прогнозировать свою деятельность на текущий год. А на самом карцементе успешно реализуется новый проект, в который вложены инвестиции порядка 115 миллионов долларов. Здесь будет создано около 150 новых рабочих мест. Будет развиваться инфраструктура и вокруг завода. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Более полутора миллиардов тенге выделят в этом году на программу модернизации ЖКХ. На эти средства отремонтируют 135 домов по всему региону. Реализацию программы и итоги за прошедший период обсудили накануне в областном Экимате. Домов, требующих ремонта, в регионе стало меньше. Капитальную переделку в прошлом году увидели 64 дома. Это не просто ремонт, а настоящая модернизация по последнему слову техники. В хрущевках устанавливают автоматизированные тепловые пункты, насосные станции для повышения давления воды, датчики движения в подъездах, меняют старые окна на пластиковые. Сегодня остро стоит вопрос оплаты населением ремонтных работ, а именно выделения жилищной помощи и расчет размера ежемесячных выплат. Глава региона подчеркнул, если нужны внесения изменений в действующие нормы госпрограммы, он готов поддержать и выйти с предложения в правительство. Мы должны четко обосновать и дать позицию, что это нам даст, для чего мы это делаем. Во-первых, для днем, чтобы завтра не остановилась эта программа, это раз. Или, значит, поддержать тот или свое другое население. Но в то же время ни в коем случае, чтобы не просто туда должны порождать иждивение, и всех подряд выдавать обычную помощь. К другим новостям. Детям рассказали об электрическом токе. Компания «Караганды Жарык» провела урок энергобезопасности для школьников. О правильном обращении с электроприборами и поведении вблизи энергообъектов учащимся в пятой школе поведали специалисты компании-услугодателя. Не отключая вилку из розетки за электрический провод, не берись мокрыми руками за электрические приборы. Лекция сопровождалась яркими картинками. Сотрудники «Караганды Жарык» старались обобщить знания детей об электроэнергии. Доступно рассказать, что электричество может быть не только другом, но и врагом, если пренебрегать правилами техники безопасности. На подобных мероприятиях дети не только узнают что-то новое, но и имеют возможность задать энергетикам интересующие вопросы. Отметим, что такая профилактическая работа в образовательных учреждениях компании «Караганды Жарык» проводится уже четвертый год. В начале и в конце учебного года перед уходом учащихся на летние каникулы. Уроки энергобезопасности пройдут еще в 30 средних школах города. Мы берем тот контингент детей, которые сам так активны, любопытны, любознательны. Чаще всего это четвертые, седьмые классы. То есть все им интересно. И как бы все живут во дворах, где стоят трансформаторные подстанции. Просто на роде в руки. И дети любят часто играться рядышком с ними. И мы их предупреждаем и говорим обо всем. Как себя нужно вести, какие меры предпринимать. В Карагандинском государственном медицинском университете состоялась международная научно-практическая конференция экстрагенитальная патология у беременных, актуальные проблемы и пути решения. Конференция объединила усилия и врачей-практиков, и врачей, занимающихся научными разработками из Казахстана, России и стран СНГ. На сегодняшний день экстрагенитальная патология является основной причиной материнской смертности. Развитые страны выдвигают ее на первое место вместе с сердечными заболеваниями. В организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и на должном уровне можно сказать даже сегодня, что проводится диспансеризация больных, заболевания внутренних органов были диагностированы во время беременности у 80% умерших женщин. Из них беременность была противопоказана у 12-14%. Для охраны здоровья матери и ребенка у нас делается немало. Существует целая государственная программа, имеется нормативно-правовая база. С 2010 года продолжается ежедневный мониторинг критических состояний, мониторинг своевременной госпитализации беременных. Для сохранения здоровья матери и ребенка повсеместно внедряется система стандартов Всемирной организации здравоохранения. Показатель материнской смертности снижается из года в год. Но он все-таки существует. Снижается также показатель материнской смертности. Он снизился на 9%. Составил 13,5% на тысячу родившихся живения. Однако, удельный вес именно экстрагенитальной патологии в структуре материнской смертности за последние 10 лет вырос. И вырос внушительно в два раза. Акушерские осложнения отошли на второй план. Тематика конференции включает разностороннее освещение актуальных междисциплинарных проблем, связанных с беременностью. Тем не менее, есть и такие причины, которыми можно управлять. И управлять этими причинами можно только на уровне государственном уровне. Почему? Потому что на региональном. Собрать воедино всех специалистов, собрать воедино всю экстрагенитальную патологию, ее статистику, ее проблемы, ее пути решения достаточно трудно. На конференции обсуждались вопросы организации медицинской помощи больным с экстрагенитальной патологией, ее ранние диагностики, лечения, профилактики, роли медицинского образования. Экстрагенитальная патология у беременных – это рождение нашего времени, нашей урбанизации. С одной стороны, это говорит об экономическом развитии страны, но с другой стороны, проблема встает, и с ней надо бороться. Конечно, безусловно, международное такое обсуждение, оно, конечно, очень дает, должно дать свои плоды в плане дальнейшего уменьшения и заболеваемости, и снижения материнской смертности. В рамках конференции сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины из Москвы был проведен мастер-класс введения беременных с заболеванием сердца и эндокринной системы для терапевтов, кардиологов, эндокринологов, акушеров-гинекологов и врачей общей практики. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта, о них расскажет Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Со 2 по 6 мая в российском городе Волгодонск проходил юношеский чемпионат мира по рукопашному бою. В соревнованиях принимали участие более 150 человек из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо стран постсоветского пространства, на турнир прибыли спортсмены из таких государств, как Голландия, Чехия и Болгария. Неоценимый вклад в успешное выступление наших соотечественников внес главный тренер сборной Казахстана Николай Шедин. В составе сборной команды Казахстана выступало 5 спортсменов из карагандистской Дюсуша единоборств. Мы, конечно, выступили хорошо. От нашей области звание чемпиона мира завоевало 2 человека, 2 золотые медали. Это Кабдраш Биг Султан, возраст 16-17 лет, вес 55 кг. И Тлюбердинов Султан, вес 75 кг, из Дубовской средней школы. В целом, по результатам соревнований, сборная Казахстана заняла второе командное место. Карагандистская область делегировала в сборную 6 бойцов, собрала 2 золотые и 3 бронзовые медали. Таким образом, все спортсмены завоевали призовые места. Отдельное спасибо чемпионам, среди которых был и Султан Тлюбердинов. Снимаясь 2007 года, занял на чемпионате мира первое место, стал чемпионом. Были очень тяжелые бои. У меня было 4 боя. У меня финал, конечно, был с Россией. Он был очень тяжелый. Я выиграл 5-3. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сао Бонздар. Редактор субтитров А.Семкин